Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня вы прослушаете лекцию по учёту и отчётности по онкологической заболеваемости и работы с медицинскими информационными системами. Работа с медицинскими информационными системами. На сегодняшний день в Республике Казахстан основными медицинскими информационными системами является ЭРОП, электронный регистр онкологических больных, в котором находятся паспортные данные всех пациентов, диагноз, гистологическая характеристика, проведенное лечение. То есть краткая информация полностью об онкологическом больном, с какого времени он взят на учёт, какой вид терапии был оказан, когда возник рецидив, если он возник. И комплексная медицинская информационная система КМИС, которая действует повсеместно в Казахстане, в которой есть электронный паспорт пациента, то есть на уровне онкологического диспансера все обследования внесены в КМИС, все госпитализации, выписки внесены в КМИС. В ЭРОПе нет этого, в ЭРОПе есть именно краткая характеристика всех основных моментов, а в КМИСе уже поэтапно, что когда, то есть каждое в обращении к врачам, к специалистам, все это фиксировано в КМИС. Что касается медицинской документации, основными являются три формы. В случае выявления у больного с онкологическим заболеванием впервые был выявлен пациент, на него заполняется форма 90У. Извещение о больном спервы в жизни установленным диагнозом рака или другого злокачественного заболевания, которое утверждено приказом Министерства здравоохранения от 23 ноября 2010 года, приказ номер 907. То есть, если пациент прооперирован, скажем, в больнице скорой медицинской помощи по поводу кишечной непроходимости, и во время операции выявлена опухоль сигмовидной кишки, опухоль верифицирована, то есть выставлен диагноз рака сигмовидной кишки, врачи БСМП заполняют вот эту форму 090У, и эта форма пересылается в онкологический диспансер. То есть, в каком-либо учреждении, где пациенту выставлен этот диагноз, обязательным образом заполняется эта форма и высылается в онкологический диспансер. Точно так же в самом онкологическом диспансере при выявлении пациента с онкологической патологией также заполняется эта форма. Вот таким образом она выглядит на сегодняшний день, то есть заносятся все паспортные данные, заносится диагноз, заносится гистологическая структура, обязательно выставляется шифр по МКБ-10. В случае выявления у больного одновременно с онкологическим процессом того, что этот процесс запущенный, на него одновременно с формой 90 заполняется форма 27 протокол на случай выявления у больного запущенной формы злокачественного образования. Этот протокол заполняется при всех четвертых стадиях, то есть когда имеется отдаленное метастазирование, и в случае визуальных локализаций при третьей стадии, куда относится ротовая полость, кожа, молочные железы, шейка матки и прямая кишка. То есть одновременно с формой 90У заполняется протокол на случай выявления запущенной формы, то есть одновременно две формы. К примеру, в той же БСМП в отделении гинекологии выявили пациентку с раком шейки матки с третьей стадии заболевания. Так как это визуальная локализация, гинекологи этой клиники будут заполнять одновременно две формы, 90-ю форму и 27-ю форму. Вот таким образом выглядит данная форма, куда также вносится одним из отличий, то что помимо диагноза и всего остального вносится, по какой причине было допущение запущенности этой формы. То есть там есть определенные графы по длительное обследование, либо по вине врачей, либо бессимптомное течение заболевания. Все это подчеркивается и потом, соответственно, анализируется. После постановки пациента на учет в онкологической клинике на него заполняется форма 30-я, утвержденная также приказом МЗРК-907, контрольная карта диспансерного наблюдения. Данная карта является основой, когда историю пациента забивают в РОП, именно по контрольной карте диспансерного наблюдения, так как там в хронологическом порядке указывается, какие посещения делал пациент, какой вид терапии получил пациент. Хронологически это такая мини-история болезней. Вот таким образом она выглядит. Также все шифруется по МКБ. И вот как бы на сегодняшний момент три основные формы от бумажного заполнения мы пока на сегодняшний день полностью не отошли. Пока все-таки бумажные носители у нас существуют. В скором времени, я думаю, все эти формы будут заполняться, но уже абсолютно все в цифровом формате. Спасибо за внимание. Продолжение следует...